ФСБ получит круглосуточный доступ к вашим данным из Яндекса. Как сбитые ракеты помогают украинским военным лучше защищаться от обстрелов? Какие ошибки есть в новом школьном учебнике по истории? И зачем Кремль создает еще больше военных формирований? Привет! Это Екатерина Воропай и канал «Объектив». Тут мы освещаем важные мировые события и новости России вместе с аналитикой от зарубежных и российских экспертов. Чтобы каждое утро начиналось с такого вот обзора, нужно всего лишь подписаться на канал. Остальное за нами. А теперь к новостям. С 1 сентября ФСБ сможет следить за вашими поездками на Яндекс.Такси в режиме реального времени. Ну и получит доступ ко всем вашим данным на всех платформах Яндекса. Даже если вы юзаете сервис за границей. Медуза опубликовала про это большой материал. Что именно узнает ФСБ, кто в зоне риска и как себя обезопасить, сейчас разберемся. То, что Яндекс дает доступ к данным клиентов по запросу спецслужб, давно не новость. За первые полгода 2019-го Яндекс получил больше 15 тысяч запросов о выдаче данных. 84% из них удовлетворили. Яндекс отправил властям информацию о пользователях Яндекс.Почты, Яндекс.Еды и Яндекс.Такси. Эту статистику компания опубликовала сама в октябре 2020-го. Помните дело против журналиста Медузы Ивана Голунова? Сфабриковать его помогли как раз данные от Яндекса. Но то было по запросу. Теперь запросы не потребуются. Постановление уже подписал Мишустин и заработает оно меньше, чем через месяц. В зоне риска не только пользователи Яндекса внутри России. Сервис работает в Армении, Грузии, Казахстане, Финляндии, Израиле и других государствах. Данные пользователей из этих стран тоже хранятся в России и окажутся в прямом доступе ФСБ. О каких же данных идет речь? В теории обо всех. И о тех, что такси собирает автоматически, и о тех, что вы сами предоставили. Это имя, фамилия, телефон, электронный адрес, банковские данные, IP-адрес пользователя, идентификатор устройства и адреса поездок. Как ФСБ будут получать данные о поездках? Ну, тут есть два варианта. Первый – спецслужбы получат доступ к копии всего трафика сервиса. Тогда они будут сами копаться в огромной базе данных и искать, что им надо. Второй – ФСБ получат доступ к специальному каналу связи, куда будут выгружаться только интересующие ФСБ поездки. Второй вариант для спецслужб проще. Они буквально получат на почту данные о каждой поездке по заданным параметрам. Например, из какой точки выехал пользователь X и в какую точку он в итоге приехал. Второй вариант особо опасен, если вы после начала войны переехали в такие страны, как Казахстан, Грузия, Армения, Кыргызстан, Узбекистан и пользуйтесь Яндексом. Кыргызстан и Казахстан уже экстрадировали в Россию политических активистов и других людей, бежавших от режима. России будет достаточно найти вас по Яндексу, объявить в розыск и отправить запрос на возвращение на родину в страну пребывания. Пользователи из Финляндии, Израиля и других демократических стран могут переживать чуть-чуть поменьше. Эти страны вряд ли начнут процесс экстрадиции только на основании розыска в России. Однако данные пользователей из этих государств все равно окажутся у ФСБ. Яндекс отнекивается. По словам компании, ФСБ не получит доступа к данным о зарубежных поездках. Информацию о них могут получить только правоохранители той страны, где вы ездили. После 1 сентября это якобы никак не изменится. Но верить этому или нет – вопрос хороший. Как же себя обезопасить? Самый простой ответ от нашей редакции – прекратить пользоваться Яндексом вообще. Так данные о себе вы не удалите, но и ничего нового не передадите. Если хочется удалить данные, Медуза объяснила как. Все зависит от того, где вы живете. Россияне вне России могут попробовать разорвать связь между старым аккаунтом в Яндексе и новым в новой стране. Нужно разлогиниться из старого аккаунта, удалить приложение, установить его на новое устройство, залогиниться с иностранной сим-карты и привязать иностранную банковскую карточку. Но так вы все еще будете передавать Яндексу данные, просто на новый аккаунт. Внутри России можно удалить из Яндекс.Айди свои личные данные и саму учетную запись. Инструкции гуглятся в интернете довольно просто. Сам Яндекс пишет, что перестанет обрабатывать ваши данные после того, как вы их удалите. Они исчезают из аккаунта, становятся недоступными для всех, включая Яндекс, и большинство из них физически удаляется. Большинство, но не все. Тут, как вы понимаете, никаких гарантий нет. Удаляются данные тоже не сразу, до 1 сентября можно и не успеть. Некоторые данные Яндекс хранит и после удаления, 6 месяцев или год. Да и кто вообще подтвердит, что ваши данные действительно удалили? Некоторую информацию вообще удалить невозможно. По пользовательскому соглашению это данные цитата, которые необходимо хранить в соответствии с законом или для защиты интересов компании в контексте судебных разбирательств. Если вы пользуетесь Яндексом, вы на это уже согласились. Как вы знаете, наша редакция работает только за счет средств от рекламы и благодаря нашим спонсорам. В июле у нас стало меньше спонсоров на Бусти, и вы можете нас там поддержать и сделать свой вклад в развитие нашего проекта. А еще можно стать нашим спонсором через Патреон или прямо тут на Ютубе. Все ссылки будут в описании. Спасибо. В Украине есть кладбище российских ракет. Их обломки свозят туда с весны 2022 года. Зачем Киев хранит российские ракеты, разберемся вместе с материалом Экономист. Кладбище появилось на базе секретного учебного центра под Киевом. Специалисты центра изучают крылатые и баллистические ракеты, планирующие бомбы и бомбы свободного падения. Смотрят как на начинку, так и на запчасти, на провода, там, корпусы, линзы. Это помогает украинцам понять три важные вещи. С чем они имеют дело на поле боя, как эффективнее противостоять российскому оружию и каковы возможности российского ВПК. Эксперты центра едут на место падения снаряда и смотрят, что от него осталось. Они определяют тип снаряда, а еще ищут серийный номер или другую маркировку. Иногда найти их очень сложно, ведь чем эффективнее ракета, тем меньше от нее остается после удара. Легче всего идентифицировать обломки, когда ПВО попадает только в двигатель ракеты. Тогда остальная часть снаряда остается целой, и его можно хорошо изучить. Эксперты могут выяснить, где и когда ракету сделали, модифицировали ее или нет. Ведь если знать детали производства ракет противника, от них проще защищаться. И вот что выяснили в центре. Первое и самое очевидное – у России заканчиваются запасы ракет. Ракеты, которые Россия выпускает сейчас по Украине, совсем новые. Их сделали в апреле, мае и июне этого года. Второе. Производство ракет в России наращивают. Об этом говорит частота российских ракетных обстрелов. Чаще всего российская армия использует крылатую ракету «Воздух-Земля» Ха-101. Все потому, что она летит достаточно низко и меняет направление, чтобы ее не засекли. Третье. В российских ракетах есть американские компоненты. В частности, подавляющее число оптических систем самонаведения сделаны в штатах. В том числе платы фирмы «Альтера Флекс». Откуда же они там взялись? Эти платы используют не только военные, и поэтому они не под санкциями. Ввести их в Россию нетрудно. Можно сделать заказ на Алиэкспресс. Или завести из Казахстана. В четвертых, Россия активно модернизирует свои ракеты. В прошлом году крылатые ракеты Ха-101 имели систему самонаведения с одним оптическим датчиком. В этом году в упавших ракетах датчика уже три. Знания о комплектации российских ракет помогают украинским военным корректировать тактику борьбы с ними. Например, создавать ложные цели, чтобы ракеты обмануть. Также Киев совершенствует свою систему ПВО. Теперь она справляется с тепловыми ловушками. Это фальш-цели, которые выпускает Россия во время ракетных атак. Украинское ПВО научилось различать, где настоящая ракета, а где отвлекающие помехи. Эксперты резюмируют, что пока Россия не нашла такую стратегию применения ракет, которая позволит переломить ход войны в свою пользу. А растущая эффективность украинской ПВО вообще ставит действенность российских крылатых ракет под вопрос. Эксперты центра считают, что российские ракеты не оказали настолько разрушительного воздействия, чтобы оно имело стратегическое влияние на войну. Украинское наступление не сможет добиться значимых результатов. Такое мнение западных чиновников, знакомых с разведданными, опубликовали СНН. На чем они строят свои прогнозы, давайте разбираться. По их словам, у США и Европы были нереалистичные ожидания в начале наступления. События на поле боя несколько отрезвляют тех, кто раньше верил в безоговорочный успех ВСУ. Последние данные разведки показывают, что украинская армия сталкивается со множеством препятствий. Особенно это заметно на юге, где Россия выстроила несколько линий обороны. Ближайшие недели покажут, смогут ли ВСУ добиться прогресса, но вряд ли их наступление переломит ход войны, считает один из собеседников. Некоторые чиновники говорят, что из-за неоправданных ожиданий часть западных стран начнет давить на Украину, убеждая ее согласиться на переговоры. Еще чиновники опасаются, что разница между ожиданиями и реальностью приведет к ссорам между Украиной и Западом. Сторонам захочется найти виноватых. Киев может обвинить союзников в медленной поставке оружия. В прошлом месяце Зеленский уже заявлял, что наступление Украины пришлось отложить из-за поставок. Кстати, о поставках. Первые танки «Абрамс» Украина получит уже к началу осени, пишет СНН. По их данным, ВСУ получит полный пакет. Не только танки, но и запчасти, боеприпасы, оборудование для заправки и ремонта. Всего США планируют придать Киеву 31 танк. Ранее издание «Политика» сообщило, что первая партия будет состоять из 6-8 танков. Из танков для Украины уберут засекреченные технологии, в том числе броню из обедненного урана. В России тоже есть новости про танки. Из крупнейшей известной базы законсервированной техники вывели более 40% советских танков и бронетранспортеров. Об этом пишет The Moscow Times, опираясь на спутниковые снимки Google Earth и информацию из открытых источников. База Вакжанова находится недалеко от Улана-Де и занимает около 11 квадратных километров. Это намного больше площадей других баз хранения военной техники в России. В сентябре 2021 года на этой базе под открытым небом хранилось примерно 3840 единиц бронетехники. Спустя 8 месяцев войны, в ноябре 22-го, на базе оставалось уже 2600 бронемашин, а к маю 23-го – 2300. Большую часть техники вывезли после объявления мобилизации осенью 22-го. Россия закупает украинский «Титан» для военного производства. Это утверждает РБК «Украина». Рассказываю детали. В Украине большие запасы титановой руды – примерно 20% от мировых. Но металлический титан и изделия из него она почти не производит. Вместо этого Украина продает титановый концентрат другим странам. С июля 22-го года по апрель 23-го государственная объединенная горно-химическая компания, или ОГХК, отправила на экспорт более 82 тысяч тонн руд, содержащих титан. Большая часть этих поставок оказалась в России, но не напрямую, а благодаря компаниям-посредникам из Европы. Летом 22-го года ОГХК поставила тысячи тонн концентрата венгерской компании. Учредители ее – уроженцы Крыма. А основные грузополучатели в 20-м и 21-м годах – российские металлургические компании. Летом и осенью 22-го года партия руды также получила польская компания, чей основатель – гражданин России. Через нее руда отправилась российским фирмам и компаниям. Похожая ситуация с поставками у запорожского титаномагниевого комбината, который экспортирует уже готовую продукцию. Этот комбинат практически не работал в 22-м году, но распродавал остатки со склада. В общей сложности продали около 2000 тонн изделий на сумму 276,6 миллионов гривен, ну или почти 730 миллионов рублей. Среди покупателей оказались компании из Черногории, Австрии, Литвы и Чехии, имеющие российских учредителей. По мнению РБК Украина, украинские госпредприятия сознательно или из-за халатности продают титановую продукцию фирмам-прокладкам. А эти фирмы отправляют ее в Россию, вероятнее всего, на военные заводы. Сама объединенная горно-химическая компания тоже отреагировала на расследование. Она сказала, что в публикации РБК есть фейковая информация. Компания заявляет, что не сотрудничает с Россией, а с февраля этого года усилила политику контроля над экспортом. Цепочки поставок компании и потенциальные покупатели по ее заявлениям проверяются правоохранительными органами Украины и Службой безопасности. В России начали вооружать отряды местной терробороны. Но кто этим занимается и законно ли это? В этих вопросах разобрались журналисты редакции. А мы вам перескажем их выкладки в рубрике «Смотрим весь Ютуб». По российским законам создать терроборону и вооружить ее можно только во время военного положения. Но ни в Курской, ни в Белгородской областях военного положения нет. Пока там только режим среднего уровня реагирования. Поэтому официально эти отряды называются территориальная самооборона. Создать ее можно, а вот выдать оружие все еще нельзя. И тут Госдума придумала новые правила. Она разрешила главам регионов создавать специальные государственные унитарные предприятия. Через эти предприятия участники терробороны могут законно вооружиться. К примеру, в Белгороде в середине июня появился охотнадзор. По документам он занимается охотой и отловом диких животных. Но, по словам участницы территориальной самообороны, его создали, чтобы легально выдавать людям оружие. И тут возникает вопрос. Если охотнадзор – это предприятие, значит, обороняющиеся – это его сотрудники. А сотрудникам на предприятии должны платить зарплату. И как там с деньгами? Собеседница издания говорит, что им уже платили до охотнадзора за некоторые дежурства. И она предполагает, что сейчас зарплата тоже будет. Эксперты опасаются, что раздача оружия ни к чему хорошему не приведет. Может вырасти уровень насилия, число самоубийств, нападений и перестрелок. По данным МВД, в Курской и Белогородской областях уже выросло в два раза число преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатки. Конечно, Песков заявил, что за оружием следят и считают каждый патрон. Участница терробороны тоже рассказала, что все карабины на учете и их сдают на склад после дежурства. Но вот глава Комитета по обороне Госдумы Андрей Картополов говорит, что механизм передачи оружия терробороне еще не определен. Так что не очень-то понятно, что там с контролем на самом деле. Тем временем, по данным журналистов, в отрядах Белогородской области числится от 3 тысяч до 5 тысяч человек. Журналисты отмечают, что отряды могли создать для спокойствия местных жителей, вселить в них уверенность, что государство заботится об их безопасности и готово выдать оружие для защиты. Мнение о терробороне в видеоредакции высказала и Екатерина Шульман. По ее словам, терробороны – это не армия. Это отдельные формирования, которые подчиняются губернаторам. Пока мы слышали о ней только в приграничных областях России. Но Шульман задается вопросом, а что, если другие регионы тоже захотят отряды? По мнению Шульман, нам стоит внимательнее следить за негласными соревнованиями губернаторов, у кого батальон больше. В их функции входит помощь правоохранительным органам в их правоохранительной деятельности, среди прочего в охране государственной границы Российской Федерации. Финансируются эти предприятия Российской Федерацией, то есть центральной властью федеральным бюджетом, при участии субъектов. Шульман также подчеркнула, что терроборона сейчас – это странное решение. После бунта Пригожина Кремль вообще-то не должен плодить новые военные формирования. Но, видимо, власть в России ничему не научилась. Вчера издание СОТО заметило, что в Росреестре появилась заявка на регистрацию бренда и логотипа «Эхо Москвы», точно такого же, как и у оригинального «Эхо». Заявку подало Международное информационное агентство «Россия сегодня». Его возглавляют Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев. Ранее чистоту ликвидированного «Эхо» отдали радио «Спутник», которое тоже входит в холдинг «Россия сегодня». Алексей Венедиктов рассказал, что бренд «Эхо Москвы» принадлежит закрытому акционерному обществу «Эхо Москвы», которое все еще существует и где миноритарии контролируют 33,5% акций. Именно миноритарные акционеры не дали обанкротить и закрыть акционерное общество. Это значит, что Россия сегодня по закону вроде как не может зарегистрировать бренд «Эхо». Однако большая часть акций находится у «Газпром-медиа», и мажоритарии отказываются продлевать права на бренд «Эхо». Права на название истекли еще 14 июля. На логотип истекают 20 августа. Пресс-служба «Россия сегодня» подтвердила заявку. И среди видов деятельности бренда указало производство медиаконтента, а также различные услуги – от проката снаряжения для подводного погружения до контроля за нефтяными скважинами. Алексей Венедиктов в интервью «Новой газете» обвинил в захвате администрацию президента и ее первого замглавы Алексея Громова. То, что хочет сделать Россия сегодня – это попытка перечеркнуть любое воспоминание о старом «Эхе» и переписать историю радиостанции, считает Венедиктов. Если возникнет новое «Эхо», то главной задачей будет забросать грязью прошлую работу журналистов и окрасить ее в другие цвета – государственные. Вчера умер Леонид Володарский. Ведущий радиостанции «Говорит Москва», переводчик и самый узнаваемый голос дубляжа – 80-х нулевых. Ему было 73 года. Его узнавали из-за специфического голоса. Как говорил сам Володарский, никакой прищепки на носу у него не было. Просто в юности он сломал нос. Он был настолько популярен, что некоторые актеры дубляжа намеренно пародировали его голос в своих озвучках. Володарский переводил книги Стивена Кинга и Джерома Селлинджера «Леонид Володарский» подарил нам «Киборгоубийцу», «Радиоактивных людей», «Безумного Макса» с Мэлом Гибсоном, старого еще не нового, «Кошмар на улице Вязов» и десятки других фильмов. И восстали машины из пеплоядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества. И шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Арнольд Шварценеггер Киборг-убийца Украина – ультранационалистическое государство. Сегодня любое накомыслие на Украине жестко преследуется. Оппозиция запрещена, все русское объявлено враждебным. Идет уничтожение всего, так или иначе, свидетельствующего об общей для братских народов истории и культуре. Нет, это не цитата из эфира Владимира Соловьева, к сожалению. Это в России появился новый учебник истории с новой историей внутри. Один из его авторов – помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский. Соавтором выступил ректор МГИМО Анатолий Таркунов. Фотографии разворотов опубликовали РИА Новости, ТАСС и другие медиа. Авторы учебника решили полностью переписать историю СССР и России с 70-х по 2000-е. По задумке авторов, Горбачев все-таки виноват в распаде Союза. А 60-е годы и застои назвали революцией благосостояния. Отдельный раздел занимает 2014 год и вторжение, ну, в учебнике СВО. Еще описано события вроде ухода западных компаний с российского рынка. Это в учебнике назвали уникальными временами. И вообще это открыло фантастические возможности для карьеры в бизнесе и стартапах. Рассказали и про инагентов. Закон о них в новой истории приняли только в 22-м году. Хотя на самом деле еще в 12-м. Также школьников предостерегли и от опасностей в интернете. Мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером. А как вы думаете, повлияет ли учебник с такой историей на умы подрастающего поколения? Напишите в комментариях. И до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok